Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Батия, по тексту Саптуагинты в переводе Павла Юнгерова, также сообразует этот текст церковно-славянской традиции. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты, и весь дом твой в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною вроде всем». Все, что делал Ной людям того времени, казалось абсолютным безумием. И, может быть, сомнение иногда вкрадывалось в сердца его сыновей, но они подчинялись отцу, и вместе с ним более ста лет строили ковчег и стучали своими молотками. Но для людей, посторонних от семейства Ноя, это точно было безумие – строить некое сооружение на суше, где не было воды даже поблизости. Также сейчас люди реагируют на существование церкви и на созидание храмов, и на само домостроительство нашего церковного спасения. Они с эхидством смотрят на нас и говорят, к чему вы готовитесь. Но мы знаем, первый мир погиб в водах потопа, второй мир сберегается для огня, и никто не может спастись от этой грядущей реальности. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и весь дом твой в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною вроде всем. От скотов же чистых веди к себе по семи, мужеского пола и женского, и от скотов нечистых по два мужеского пола и женского». Вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным таким грамматическим, я бы даже сказал, таким филологическим назиданием. Бог говорит о том, что в ковчег надо ввести чистых животных, но Бог не говорит чистых и грязных, Он говорит чистых и нечистых, научая нас никого не клеймить. Например, ты можешь сказать, у нас на приходе есть один грязный человек. Так нельзя говорить. Надо сказать, у нас на приходе есть человек, который не настолько чист, как ангелы, как святые, как праведные. Это будет более правильно по-библейски. И когда Бог дает это повеление, и из птиц небесных чистых, небесные чистые, это как ангелы, по семи, благодатное число, мужеского пола и женского, и от всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы пропитать семя на всей земле. И так в ковчеге было чистое и нечистое, а мы с вами уже знаем, что ковчег – это образ церкви. Блаженный Августин в 108-м послании пишет, «Да узнаем этот ковчег, который служит прообразом церкви, да будем в нем чистыми животными, но не станем препятствовать, чтобы вместе с нами и нечистые могли укрыться в нем до конца потопа». Чистые и нечистые одновременно пребывали в ковчеге, но обоняние от их жертвоприношений не одинаково было угодно Господу, ибо после потопа Ной принес в жертву Богу от чистых животных, а не от нечистых. И тем не менее никто из чистых не покинул ковчег раньше времени из-за нечистых. Очень важная мысль. Сейчас есть люди, которые готовы покидать свои приходы, потому что им кто-то не нравится. И тем не менее, пишет Августин, «Никто из чистых не покинул ковчега раньше времени из-за нечистых». Ворон, правда, оставил ковчег. Значит, всех раскольников будем называть как вороны, потому что ворон оставил ковчег, сам будучи нечистым из-за нечистых. Ворон, правда, оставил ковчег и раньше времени покинул сообщество в ковчеге, но ворон был из нечистых, взятых по двое, а не из чистых, взятых по семи. И да возненавидим нечистоту этого отделения. То есть подлинная нечистота – это когда мы начинаем сами делить, кто чистый, а кто нечистый в церкви, какой епископ канонический, какой нет, какой священник правильный, какой нет. Право такого суда нам не дано. И в ковчеге должны находиться и чистые, и нечистые. Ибо по-настоящему никто не свят, как только Господь. Как я часто объясняю в своих беседах, святость – это категория только Бога. Человек может стать святым, только отражая свет божественной святости. Как луна не является источником света, она отражает свет Солнца, и только в той мере, в какой свет Солнца падает на нее. А в послании к римлянам Павел пишет «Христос умер за нечистивых». Мы все в некотором смысле нечистые. Поэтому верх цинизма, когда человек с помощью канонического права начинает дубасить других людей, такие люди – это как ворона по меткому определению Блаженного Августина. Так и будем называть этих раскольников. Августин Блаженный в трактате о вере и делах пишет «Священное писание свидетельствует о том, что вместе с Ноем, Ковчег, вошли также нечистые животные. Еще не означает, что начальствующие должны препятствовать, если кто-либо из нечистивейших, трагических актеров, которые, конечно, менее нечистивы, чем актеры комические, захочут принять крещение». То есть начальствующие в церкви не должны препятствовать ни трагическим актерам, ни комическим. Тогда эти люди считались точно нечистыми во дне Августина, если они захотят креститься. Но тем самым предвозвещается, что нечистые в будущем окажутся в церкви не из-за порчи вероучения, то есть не потому, что церковь изменит догматы, и не из-за ослабления дисциплины, то есть канонов, а по причине терпимости, то есть сострадания. «Ибо нечистые животные вошли в Ковчег не через любую часть Ковчега, где кому вздумалось, но все через один и тот же вход, сделанный строителем». А вход был сделан сбоку. А этот бок Ковчега напоминает бок Христа, мы уже читали об этом истолкование отцов, когда ударили в бок Христа истекла кровь и вода. Вода – символ крещения, через него люди входят в церковь, и чистые, и нечистые. А причастие – это то, что проявляется в образе крови, и это есть таинство совершенства и святости, и она доступна и для чистых, и нечистых. И более того, сам Христос говорит, первые в Царстве Божии идут блудницы, мытари и грешники. Почему? А у таких людей не было иллюзий относительно себя и других. Они не действовали, как вороны, сами, будучи нечистыми, избегая нечистоты других. Они не имели комплексов относительно себя. Они знали, что они грешники. Они знали, что они самые неканоничные. Но в Писании сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее мы читаем, «Ибо через семь дней, говорит Господь, я наведу дождь на землю в течение сорока дней и сорока ночей и истреблю все живущее, сотворенное мною с лица всей земли». Здесь мы видим разные цифры семь сорок. Семь – это благодатное число. И число два. Значит, чистых животных – семь. Почему? С одной стороны, это указывает на то, что мы очищаемся через таинство церкви, число которых семь. С другой стороны, как мы уже смотрели в объяснениях отцов, чистые жертвы надо приносить Богу. Пять чистых будут принесены в жертву. Останется только две пары. А от нечистых жертвы не принимаются. То есть, чтобы принести жертву Богу, надо сначала очиститься. И в церкви есть все необходимые средства для этого. «Ибо через семь дней», то есть, когда кончится время благодати и начинается время суда, «я наведу дождь на землю в течение сорока дней и сорока ночей». Сорок – это мера наказания. Как по закону Божию, удары палками, сорок без одного. Что значит сорок без одного? Что значит «сорок без одного», чтобы не было бы больше положенного. «И истреблю все живущее, сотворенное мною с лица всей земли». Что значит «с лица всей земли»? Как бы смою грязь с лица. То есть, земля уже как бы тяготится существованием нечистивых. «И сделал Ной все, что заповедовал ему Господь Бог. Ной был 600 лет, когда потоп водный наступил на земле». И мы помним, что когда начинается строительство ковчега, ну и 500 лет. Значит, это больше 100 лет строился ковчег. «Вошел с женой и сыны его, мужчины отдельно, и жена его, и жены сынов его, с ним в ковчег, женщины отдельно, то есть на время бедствия все будут пребывать в посте и в издержании друг от друга. «В ковчег от воды потопа и от птиц чистых, и от птиц нечистых, и от скотов чистых, и от скотов нечистых, и от зверей, и от всех гадов, присмыкающихся по земле». По два вошли к Ною в ковчег мужеского пола и женского, как заповедовал Господь Бог Ною, по два это для жизни, и было после семи дней вода потопа явилась на земле». Число 7 – это царство благодати, когда мы смело приступаем к таинствам церковным, оно сменится временем суда. В шестисотый год жизни Ноя, во второй месяц, в двадцать седьмой день месяца, в тот день разверзли все источники бездны, и отверстия, отверстия, по-славянски хляби, хляби, небесные, открылись, то есть вода шла от источников бездны, то есть поднимались воды, гейзеры, от земли разливы всех рек, цунами огромная и вода с неба. И отверстия хляби небесные отверзлись. «И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей». А почему не только сорок дней? Это за те грехи, которые люди творили днем и за те грехи, которые люди творили ночью. И мы, кстати, каемся, когда перед Богом мы говорим за вольные и невольные грехи. Невольные – это когда как бы в состоянии некого тумана. «В этот день вошли Ной, Сим, Хам и Афет – здесь мы видим мужчину отдельно, сыны Ноевы, и жена Ноева, женщина отдельно, и три жены сынов его с ним в ковчег. и все звери земные породу, и все скоты породу, и всякий гад, движущийся по земле породу, и всякая птица пернатая породу своему». А чему нас может научить вот это уточнение? Породу – это значит, что смешение родов, смешение полов препятствует людям вступить в церковь. Например, если человек пытается поменять пол, свой род мужской на женский или женский на мужской, это смешение полов и родов. А как такое может войти в ковчег спасения, в церковь? Мы этого не видим. И в моей священческой практике был случай, когда одна женщина из города Орехово-Зуево привезла ко мне свою дочку, которая решила сменить свой пол. И эту девицу ее звали Елена. И она не просто решила сменить пол, она поменяла паспорт, она стала называться мужским именем. Она стала применять гормоны, принимать гормоны. У у нее усики появились, чуть ли там как ни кадык у нее образовался. И когда мне ее показали, я подумал, что это парень. Но оказалось, что это девушка. И меня очень просили, чтобы я поисповедовал. Но я вспомнил, что в Библии сказано, что да, в ковчег мы принимаем и чистых, и нечистых, и грешных, и праведных. Мы никому не отказываем в спасении. Каждый может исповедоваться. Мы допускаем людей до спасительных таинств, тоже в отставлении грехов и в жизнь вечную. У нас и причастие для того, чтобы исправить человека, и исповедь для того, чтобы исправить человека. Все таинства церкви связаны с человеческим несовершенством. Причастие это не приз за хорошее поведение. Это самое радикальное средство в борьбе с грехом. Но когда эта девица, точнее женщина, пришла ко мне на исповедь, я решил так, я исповедь выслушаю, но если она назовет себя мужским именем, я разрешительную молитву читать не буду. И вот когда я выслушал исповедь, исповедь была очень искренняя, я спросил, как будто забыв «А как ваше имя?» Она заплакала и говорит «Елена, я конечно же я прочитал над ней разрешительную молитву. Вошли к ною в ковчег по два мужеского пола и женского». Вот это те границы, которые приступать нельзя, никаких гетеросексуалов тут нет. Мужеский пол и женский. Это путь в церковь, путь в ковчег. «От всякой плоти, в коей есть дух жизни, и вошедшие мужеский пол и женской, от всякой плоти вошли к ною в ковчег, как заповедал Господь, Бог ною, и затворил Господь, Бог ковчег совне его». Будет такой момент, когда пришествие Христа Христа и таинство крещения и таинство причастия прекратятся. И сам Христос говорил о таинстве причастия, «Се творите в мое вспоминание, пока я не приду». А когда его пришествие, все, это все закрывается. Уже вход в церковь, ковчег для всех будет закрыт. «И затворил Господь Бог ковчег совне его», то есть снаружи, «И был потоп сорок дней и сорок ночей на земле, и увеличилась вода, и подняла ковчег, и высоко стояла над землею». Есть такое древнее предание, которое сохранилось в еврейском народе, что когда потоп-то начался, вода хлынула и сверху, и снизу, нечестивые бросились в ковчег, но Господь уже закрыл вход. И чтобы они не разрушали ковчег в смертной агонии, хищные звери, которые уже предназначались тоже к погибели, которые были вне ковчега, они окружили ковчег и стали сами бросаться на этих гибнущих нечестивых. «И прибывала вода, и увеличивалась быстро по земле, и носился ковчег поверх воды, и чрезвычайно пребывала вода на земле, и покрыла все горы высокие, которые были под небом». Вот когда я читаю этот текст, «И покрыли все горы высокие, которые были под небом», на самом деле это можно воспринимать как эвфемизм, «в тот день все гордое, надменное, превознесенное унизится, гордыня мира сокрушена». Мир уверовал свою незыблемость, особенно богатые люди, они пребывают в иллюзии, что это будет всегда, и они всегда будут над всеми, но в день тот все изменится, высокое людское будет унижено. На пятнадцать локтей вверх поднялась вода и покрыла все высокие горы, и умерла всякая плоть, движущаяся по земле, птицы и скоты и звери, и всякий гад, движущийся по земле, и всякий человек, и все имеющие дух жизни, и все, что было на суше умерло, и истреблено было все живущее, что было на лице всей земли, от человека даже до скота, и гадов, и птиц небесных истреблено было земли. Вот здесь важно отметить, от человека все начинается, потому что если бы человек не согрешил, то и мир животный тоже благоденствовал бы и наслаждался. И остался один ной и бывший с ним в ковчеге. И как через огонь Армагеддона пройдет только церковь. И стояла вода высоко над землей, над землею сто пятьдесят дней. Как в текстах на освящении воды, на богоявление, мы читаем, что Господь водами потопа потопил грех. И только огромное судно ковчега скрипело на водах, сохраняя жизнь чистых и нечистых мужчин и женщин, праведных и неправедных. потому что только истинная церковь переведет людей через огонь Армагеддона. Ибо первый мир погибает в водах потопа, второй мир, в котором мы с вами живем, как я уже говорил, сберегается для огня, как и пишет апостол Петр, земля, и все дела на ней сгорят. Продолжение следует...